Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины. Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11-280, по-моему, в этом году, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много. Уверенно свыше 70%. Это не средний, а посредственный класс. Ну, вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий. По средствам. Не по средствам, а по методике мирового банка. По средствам непонятно, что это такое. А вот по методике мирового банка в каждой стороне получается свой средний класс. Он у нас есть. Наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс. И наращивать доходы. Не хотелось бы, как во Франции. Ну, смотри, что там происходит. Что хорошего-то? Значит, там не приставай, эти выступления идут. Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло. Многие получили ранения. Глаза выбиты резиновыми пулями. Что же хорошего-то? Вы хотите этого, что ли? Думаю, что нет. Но вот во Франции народ вышел. Да. И Макрон сказал, ход взял, ход забрал. Отыграл назад. Ну, так разве это хорошо? Я не знаю. Для французского народа, думаю, да. Не думаю. Для Макрона, наверное, не очень. Во-первых, ничего существенного не поменялось. И самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию. С приравниванием всех практически под одну гребенку. С точки зрения экономики это обосновано на самом деле. И президент Макрон, в общем, с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно. Потому что мы практически все сохранили. Все льготы. Все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался. А во Франции как раз вот это в основном вызывает и недовольствие. А что вот эти льготные выход на пенсию отменяются? Для военных остался. Для силовых структур остался. Где? У нас. Да не только. Для шахтеров остался, например. Для других категорий, для педагогов остался. У нас огромное количество льготников. Больше того даже для матерей многодетных. 50 лет сделали выход на пенсию. Нам нужно все-таки решать очень важную задачу. Повышение реальных доходов граждан. И надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а не большие. У нас ведь фонд национального благосостояния уже превысил 7% ВВП. 7,3%. И летом следующего года, в июле, по-моему, идет зачисление на счета. И у нас наступает момент, когда мы, а мы об этом договорились раньше, было принято решение. Если вот эти резервный фонд, резервный фонд у нас один остался, это ФНБ, превышает 7%, то мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос на что? Вот на инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова